Стоимость пропан-бутана на заправках за минувшую ночь выросла сразу на 2 рубля. Подробности смотрите в этом видеоролике. Друзья, всем привет! С вами снова Азат. Это канал Автосправочная. Буквально вчера, вернее даже сегодня ночью, я разместил видео, которое было посвящено динамике роста цен на пропан-бутан на заправках. Как я рассказывал в этом видео, на сегодняшний день цены, по крайней мере, у нас в Азатарстане на пропан-бутан достигли исторического максимума за весь 2021 год. Однако, не успел я даже выложить это видео, как ценники опять переписали. Сегодня мне написал один из знакомых, который увидел мой материал. Он сообщил о том, что эта информация на сегодняшний день с утра уже стала неактуальной. Естественно, я не мог не проверить эту информацию. Поехал на те же самые две заправки, которые я снимал ранее. Это заправки Ирбис и заправка Татнефть. И выяснилось, что буквально за минувшую ночь, то есть сегодня с утра, 13 августа 2021 года, ценники на обеих заправках переписали. Что касается заправки Татнефть, там за сутки стоимость пропан-бутана выросла на 50 копеек. Вчера я рассказывал о том, что стоимость была 27,50, сегодня она достигла 28 рублей. Но наиболее интересная картина сложилась на заправке компании Ирбис. Если вчера стоимость пропан-бутана там составляла 28,99, то сегодня с утра она прибавила сразу 2 рубля. Теперь пропан-бутан на этой заправке стоит 30,99, то есть без одной копейки 31 рубль. Сегодня с утра я уже закинул короткое видео на эту тему, но там был неправильный комментарий. Я написал, что ценники выросли сразу на рубль, то есть я был удивлен, однако я не обратил внимания, что на самом деле ценники выросли даже не на рубль, а сразу на 2 рубля. С чем же связан такой безостановочный рост? Как раз вчера в нашей местной газете «Челнинские известия» был опубликован комментарий директора компании Ирбис, на который сегодня как раз на 2 рубля подорожал пропан-бутан. По словам директора данной компании, рост цен на пропан-бутан они объясняют тем, что за последние дни резко выросли цены на оптовом рынке, то есть оптовая стоимость пропан-бутана якобы выросла сразу на 10 тысяч рублей за тонну. Кроме того, на рынке якобы возник некий дефицит из-за аварии на газовом заводе в Новом Уренгое. Насколько вся эта информация соответствует действительности, я, честно говоря, не знаю, но факт остается фактом. На сегодняшний день стоимость пропан-бутана за последние полтора месяца у нас выросла с 25 до 31 рубля. По оценкам представителей профильного бизнеса, в ближайший месяц они ожидают рост цен на пропан-бутан еще на 1 рубля. Однако, если стоимость на 2 рубля выросла буквально за одну ночь, я даже боюсь предположить, что же будет дальше в ближайшие недели и месяцы. Как рассказали на последнем заседании в правительстве, они в курсе этой проблемы и якобы они готовят какие-то меры по стабилизации. Однако, как я уже неоднократно подчеркивал, все, что у нас называется стабилизацией, в конечном итоге приводит всего лишь к очередному росту стоимости топлива на заправках. Более того, с 1 января 2022 года в России будут впервые введены акцизы на пропан-бутан. То есть, ранее у нас акцизы были на все другие виды топлива, на бензин, на дизель. А вот с 1 января следующего года пропан-бутан точно так же обложат акцизами. Соответственно, несложно догадаться, что это опять-таки повлияет на стоимость данного топлива. Указанный рост, который произошел в последние дни, уже привел к тому, что многие автолюбители задумались вообще в целом об отказе от использования пропан-бутана. То есть, стоимость его постепенно подкрадывается к стоимости бензина, и вот эта разница в цене уже становится не такой интересной. А те, кто пока еще не использовал пропан-бутан, кто пока что только думал об этом, о переводе своего бензинового либо дизельного автомобиля для работы на пропан-бутане, сейчас, я думаю, крепко задумаются. Ситуация такова, что с 1 июля, напомню, вступили в силу изменения в новом госте, согласно которому при установке газобаллонного оборудования автомобиль нужно полностью проверять в лаборатории, проходить сертификацию, оформлять это изменение конструкции в ГИБДД и так далее. То есть, процедура стала эта очень сложная, не быстрая и не дешевая. Кроме того, даже если вы фанатик газового топлива, все это пройдете, оформите, после этого вы приедете на заправку газовую и увидите стоимость пропан-бутана 31 рубль. А я подозреваю, что к моменту, когда вы все это сделаете и оформите, стоимость будет уже даже не 31 рубль, а существенно больше. Соответственно, проблема стала уже теперь двойной. То есть, с одной стороны, проблема по установке, по оформлению газобаллонного оборудования, с другой стороны, разница в цене между бензином, дизелем и газовым топливом становится все меньше. Поэтому я ожидаю, что в ближайшее время спрос на пропан-бутан автоматически снизится, из-за всей этой сложившейся ситуации. Вот такая вот информация. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Постараюсь и дальше держать вас в курсе этой ситуации. А как обстоят дела в вашем регионе, пишите в комментариях. Я думаю, всем будет интересно сравнить. Все, спасибо всем за внимание. Всем удачи на дорогах. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok